Те, кто знаниями обычно делятся, в этот раз сами актуализировали свои знания в преддверии нового учебного года. Все педагоги-предметники Нижегородской области прошли курсы повышения квалификации. Это необходимо для того, чтобы обучать школьников в соответствии с новыми едиными образовательными стандартами. То, какими темпами движется Нижегородский регион в этом направлении, обсудили на областной педагогической конференции. Мы один из регионов, который создает ресурсные центры. У нас их уже 18. У нас у единственных сегодня такое большое количество физкультурно-спортивных комплексов. Я думаю, по ГТО и по многим другим проблемам мы тоже будем впереди. Но вот те заделы, которые сделаны, их просто нужно правильно реализовать. Это результат серьезной работы. Нижегородская область – один из лидеров по реализации майских указов президента по вопросам образования. Правительство региона, несмотря на непростые экономические условия, в этом году направило на образование на 7 миллиардов рублей больше, чем в прошлом. Как итог – модернизация учебных заведений и покупка интерактивного компьютерного оборудования. За последние, я бы сказал, лет 5 школы очень сильно изменились. Это идет усиленное финансирование. Это не только доступная среда. Это и реконструкция старых зданий. Это реконструкция столовых помещений, спортивных залов. Конечно, сделано очень многое. Еще многое надо сделать, но сделано очень много. Особенно за последние, я бы сказал, 5-7 лет. Такие нововведения напрямую сказываются на конечной цели – повышение успеваемости учеников. Теперь уровень образования школьников из городов и сел одинаково высок. Дети наши сельские почувствовали себя в том плане, что они ничем не уступают городским детям и, в общем, конкурентоспособны. Между тем, подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Правительство Нижегородской области со своей стороны выполнило обязательства перед родителями и учениками. Все школьные фонды на 100% обеспечены учебниками. Отмечу, что они в нашем регионе являются бесплатными в области в течение 10 лет. В этом году гостеприимно откроют свои двери в общеобразовательное учреждение для 33 615 первоклассников. Следующий год для Нижегородской области будет не менее насыщенным. В ходе реализации указов президента в регионе начнется масштабная кампания по строительству учебных заведений, в рамках которой появится 71 новая школа и 25 учебных корпусов.